Ну что ж, попробуем поставить диагноз всему этому комплексу проблем с Ольгой Богомолец, главой парламентского комитета по вопросам здравоохранения. Она сейчас на связи со студией подробности недели. Ольга, я вас приветствую. Вы один из главных лоббистов снижения проходного балла для поступающих в медвузы. Но что вы ответите критикам? Они говорят, что из-за этого лечить людей будут троечники. Продолжение следует. Продолжение следует, чтобы будущие абитуриенты могли встегнуть обрати ЗНО, которые они будут складывать, и обрати будущий ВУЗ. Министерство внесло эти изменения 22 травня и 31 травня они были юстованы после того, как дети уже сдавали испиты. Поэтому сейчас в средствах массовой информации идет полностью переплутанная информация. То есть, конечно, конкурс нужно повышать, но не можно повышать законы ни министрам, ни депутатам. Поэтому если Министерство хочет поднять прохитный балл, это можно сделать на следующий год, не повышая чинного законодательства. И у меня особо возникло несколько вопросов. Министерство говорит, что без этого прохитного балла нас будут лековаться троечники. На самом деле только в прошлом году из Киева выехали 4,5 тысячи медицинских работников, выехали работать за кордоном. Поэтому для того, чтобы поднять рейтинг лекаря и чтобы нас лековали хорошие лекаря, первое, что нужно сделать, это поднять лекарям заработную плату, чтобы лучше не выезжали из нашей страны. Поэтому тогда результат мы получим уже завтра. И Комитет охраны здоровья двуче принимал решение о подняте на 100% заработной платы, чтобы лекаря могли выживать и могли работать в Украине. Но Министерство не заклало в бюджет необходимые деньги, чтобы люди получили зарплату. Тогда уже сегодня мы бы получили необходимый результат, а не через 7-8 лет, как это будет при поднятении прохитного балла. Ольга, зарплаты врачей – это очень важная тема. Но давайте пока обсудим тех, кто врачами станут как раз через 7-8 лет только. Абитуриентов этого года. Я снова возвращаюсь к этому громкому абитуриентскому скандалу. Ваши оппоненты говорят, что вот это решение о низком проходном балле станет питательной почвой для коррупции в УЗах. Ну, согласитесь, проще требовать деньги тех студентов, которые не тянут. Давайте это прокомментируем, на это ответим. Не можно порушивать законы. Это все. Если нужно поднять прохитный балл, его нужно поднять до 15-го жовтня и всех попередить, что теперь он будет таким. И если мы поднимаем прохитный балл для стоматологов, и говорим, что стоматологи должны быть отличными, почему Министерство не поднимает этот прохитный балл для медицинских психологов? Неужели зубы важнее, чем душа и риски суицидов, которые у нас увеличиваются с каждым днем? Виникает большой дисбаланс. Я хочу повернуться к тому, что нам все-таки нужно, чтобы качественные лекари были. Нужно подтвердить стандарты лечения. Министерство два года не подтвердит, не адаптует европейские стандарты лечения. Как должны учить профессори и учреждения в университетах, если Министерство не дает подтвердить новые стандарты? И что еще очень важно, чтобы получать результат уже, это реформа судмедэкспертизы. Сегодня неможливо довести лекарскую помилку. Тому Министерство, есть три нагальные задачи, которые оно не выполняет. Вместо этого, выполняет публичную дискуссию про поднимать или не поднимать балл. Будь ласка, хотите поднимать, поднимайте соответственно к закону. Я абсолютно не против. Согласен, Ольга, спасибо. Но могу назвать и четвертую проблему, одну из главных проблем нашей медицины – недостаток врачей. Специалисты банально уезжают из нашей страны на работу в другие страны. Вот как с этим бороться? Так, как я вам и сказала, 4,5 тысячи выехало в минулом году. Сегодня почти 3 тысячи у нас не хватает семейных лекарей на первой ланце. Без того, чтобы люди отримали гидную зарплату в работе, уже завтра нам не будет с кем делать реформу. И это первочередное задание Кабинета Министров. И медсестрам, и лекарям нужно значительно увеличить заработную плату. Почему они должны отримать меньше, чем суды? Скажите мне, пожалуйста, почему они должны отримать меньше денег, чем следы НАБУ? Наше жизнь не вартует правильного решения суду? Потому что это вопрос абсолютно критичный. И пока государство не принимает решение, соответственно, о какой качестве мы можем только вести дискуссию про проходный бал, который даст какие-то результаты через 7-8 лет. А результат нам потребен сегодня. Все ясно. Спасибо, Ольга, за эти ответы. Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец отвечала на мои вопросы.